Время-то было весьма интересное, да? Мы готовы были сделать Ленинский район чем-то крутым и навороченным. Я приезжал по Ленинскому району, я видел, что мы из наших серых будней что-то сделали красивое и крутое. То есть все было красиво, разворочено, наворочено и симпатично. Сегодня, сейчас мы для чего-то опять возвращаемся на круги своя и делаем город серым. Ну, для чего это делать, я понятия не имею. Для чего? Ведь город, он должен быть ярким, красочным. Да, кроме всего прочего, яркий, красочный город. Это что такое? В ярком, красочном городе вы также можете одеваться красиво. Ну, допустим, посмотреть, как я одеваюсь. Да, во мне не очень много серых частей. То есть даже если это моя зима, то на моем черном пуховике замечательные и хорошие надписи. Автостопы, дом, милый дом. Кроме всего прочего, у меня есть другие вещи, они все разноцветные и красивые. То есть я живу, я понимаю, что жизнь это не есть серые будни. Понимаете, о чем я говорю? Если вы хотите это делать, я вам предлагаю заехать сюда, в магазин Хип-Хоп на Ворошилово 29. Вот вам вопрос. Где большие человеки в Магнитогорске могут одеваться и выглядеть стильно и красиво? Ну, где? А я вам показываю то самое место. Магазин Хип-Хоп, что на Ворошилово 29. Вот это очень крутой шоумен. Я так понимаю, что лучший в городе. Я так понимаю, что ему нравится посещение. Хоть небольшого, но классного магазина. Потому что здесь для него всегда легко и грамотно можно найти лучшие вещи. Так и случается. Я зайду с другой стороны. Все думают, что Магнитогорск город серый. И в городе сером все должны быть либо в черном, либо в сером. Но постойте. Из тех, кто меня смотрит, я серых людей не вижу. Это лучшие личности. Я для вас и работаю. А лучшие личности не могут быть серыми и убогими. У меня есть в жизни человек, рожденный летать. Я-то по большей части ползаю. А он говорит, что Магнитогорск это какой-то нехороший город. А я говорю нет. Потому что в этом городе есть лучшее телевидение, на которое ориентируется другое ТВ, реально опускающее цены. А мы не такие. Мы вам показываем изнутри. А главное у нас демонстрация недорогих и качественных товаров для вас. Вот как я выкрутился. Просто смотрите, у меня рост метр семьдесят пять. У тебя рост немножко повыше, да? И вообще-то надо полагать, что и взрослый человек высокого роста, и да как же, как и я, одеваемся здесь в хим-хопе. Почему мы сюда приходим? Ну, наверное, потому что это, во-первых, соотношение цены и качества. Допустим, необязательно куда-то ехать за границу, чтобы быть и выглядеть там стильным. Тем более в своем теле, допустим. Если судя по нашим магазинам по городу, ну, очень их мало, буквально там... Очень-очень мало. Я вчера просто в одну контору зашел, они тоже там джинсы продают. Я говорю, ребят, а почему я про вас не знаю? Они говорят, ну вот мы... У нас есть такая же реклама, называется непонятная, да, такая. Бабушка сказала. Типа бабушка сказала, бабушка сказала. Это вообще я считаю, что неправильно. Лучше варианты к телевидению, не будем говорить. Да, может быть, цены дешевые, но я туда не захожу. А сюда захожу, такие же дешевые цены, но зато ассортимент. Во какой. Ну, я согласен, здесь огромный выбор, да. И в любом случае найдешь себе по размеру, а самое главное по вкусу. Тем более очень много ярких вещей. И хочется в сером городе выглядеть, ну, как-то ярко выделяться. Поэтому по стилю и по цветовой гамме мне более чем удовлетворяет этот магазин. И мне нравится здесь находиться. Нравится обслуживание, нравится тем, что, в принципе, тут можно подобрать не только одежду, но и обувь, головные уборы. То есть, в принципе, есть все для того, чтобы удовлетворить любого покупателя. То есть мы будем говорить, что, в принципе, как вы на меня смотрите, да, то есть во мне где-то, говорят, 95 килограмм. Ну, сбрасываю, поднимаю, там иногда 105 бывает. С моей болячкой лучше, чем больше, чем вы лучше. Уже поверите мне, да, да, да. Но, тем не менее, и на меня, и на вас мы одеваемся здесь. Ну, да, однозначно. Поэтому все, кто еще не распробовал на вкус магазин хип-хоп, прямо вот сюда однозначно. Однозначно. 100%. Поэтому не будем сорить словами. Просто нужно прийти, увидеть, померить. Ну, и все поймете. И купить, естественно. Естественно. Он так же, как и я, мотается за границу. Я-то по здоровью. Но поверьте, частично одеваясь там, лучшие вещи я и он по оптимальной цене, недорогой, мы берем для себя в хип-хопе. Конечно, все сейчас в состоянии подвеса. Нет нормальной зарплаты. Все в кредитах. Некоторые и не выездные. Да и честно, турки в этом году решили на нас, россиянок, заработать. И зная о том, что только Турция для большинства является единственным выходом за рубеж, ценники этим летом были, ну, просто не детские. То есть заплатив энную сумму за путевку, как с собой денежки на шмотки взять, непонятно. Но зная о том, что в городе есть магазин хип-хоп, я бы вам этого делать не советовал. Все здесь есть. И распродажа тоже. Вот так вот, да? Вы всем не говорите, что распродаж не бывает. Я говорю, что бывают распродажи. Просто бывают. Для этого можно прийти сюда. И спокойненько взять себе вот такие джинсы. Я их смотрел. Ребята, если бы это было возможно, чуть-чуть, чуть-чуть, видите. У меня животик-то тоже так не совсем тоненький. Я пытаюсь его прижать, естественно, не получается. А так, представляете, вот в таких джинсах вы меня здесь увидели. Ля-пота да ля-пота. Цена вопрос тысячи рублей. Чего не брать? К слову, здесь еще и вещи большего размера есть. К слову о том, что вы на мне сейчас видите, да и вообще. Вот так вот. Давайте все-таки определимся, что из всех тех вещей, которые я на себя надеваю, я здесь все это дело покупаю. Кое-что, кое-что я покупаю за границей. Но из тех вещей, что на мне, и ботинки, и толстовки, и куртки с этой дивной вышивкой, я покупаю только здесь. То есть я неплохо одеваюсь. Почему вы не одеваетесь так, как я? Вот мой вопрос для вас, господа мои.